Голос громады – это голос каждого, что должен быть почутен. Подходите к микрофону и сделайте так, чтобы каждый почувствовал голос твоей громады. У нас, например, есть совет ветеранов в городе. Непогана такая организация. Иногда помогают пенсионерам, ветеранам. Ну, им надо тоже, хоть трошки платить надо, например, я тоже так думаю, бо они там ничего не получают. Иногда дай что-то там, не знаю, как. А так, да, я думаю, что надо. Я считаю, что частково можно поддерживать и волонтерские организации тоже. Хоть не так много, но чтобы им можно было заинтересовывать людей. Всегда, когда человек что-то получает, то ему интереснее работать. Я думаю, что волонтерские организации нужно финансировать, ветеранов нужно финансировать, потому что это люди, которые для нас много сделали. Это нужно. А какие-то другие, не знаю я. Я не знаю, чим они занимаются, ци громадские организации, яка их функция, яку роль они выполняют в нашем жизни. Я с жодною из них не спілкуюсь, и я не знаю, чи треба это людям, мне не треба. Ну, наверное, да. Думаю, да. Потому что, ну, как бы, если общественность, все-таки это помощь, большая помощь. Хоть это малая капля, но это помощь. В общем, если сложить, как говорится, копейка до копейки, это большой рубль. Ну, смотря какие, какие могут, станции, это есть станции, кажется, какогось до города, это не дуже касается. Общественность сейчас, в основном, частная, все. А так финансирование там реабилитационного центра, это городская власть финансирует, спасибо им. А так вообще сами, каждый, наверное, сам по себе сейчас. Любые организации, которые у нас, маленькие организации, можно сказать, они обязаны, потому что это для чего делается, чтобы что-то вперед прошло. Есть организации, которые делают для того, чтобы получить копейку, а работы – нулевые варианты. Не все же настроены что-то сделать, а есть такие, которые хотят только получить. Несмотря какие, вот, например, если какое-то громадское детские кружки, там, вот, катки, там, мне кажется, должно там детям-инвалидам столько, многодетным столько оплачивает половина государства, лагеря должны быть, ну, наверное, половина должно все-таки что-то оплачивать, что-то нет, я так думаю, что половина на половину. Некоторые организации можно давать, а некоторым можно не давать. Ну, которые работают, тем давать. Потому что те, кто работает, тому и надо помогать. А те, кто просто деньги берут, то там не надо давать. Смысла нет.